МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственную программу, в которой без риска для жизни и репутации мы, наконец, получили уникальную возможность донести до вас истину, которая по разным причинам очень сильно не вписывается в общепринятую картину мира. Итак, сегодня вы увидите... Очковтирательство космического масштаба. Зачем НАСА хочет кормить астронавтов собственными фекалиями? И как чиновники Аэрокосмического агентства зарабатывают миллиарды долларов на откаты? Мы вот так вот считаем, что у нас родина мошенников. На самом деле нет. Среди американцев есть очень много предприимчивых людей, которые хорошо свои идеи эти пристраивают, которые получают под них колоссальные деньги. Гагарин. Приказано уничтожить. Зачем в США насаждают миф о том, как американские астронавты первыми покорили загадочный космос? Америка – это мировая космическая держава, которая всегда впереди планеты всей. Естественно, у них задача умолчать роль России. Все о том, почему самая исключительная нация на планете Земля запускает ракеты со старыми советскими двигателями, переписывает историю освоения космоса и вымарывает Гагарина из учебников по истории. Посмотрите на этого высокопоставленного американского генерала. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Дэмпси. Он воевал в Ираке, Персидском заливе и на Филиппинах, но при этом, не смейтесь, как огня боится русских. А совсем недавно и вовсе заявил, что мы с вами, оказывается, настолько непредсказуемы и опасны, что можем запросто вывести из строя НАТО – крупнейший военный альянс на планете. А все потому, что в нашем арсенале есть некое секретное космическое оружие. Какое именно, Дэмпси так и не объяснил. Зато он абсолютно уверен – русские что-то затевают. Эксперты утверждают – страх американцев можно понять. Насмотревшись на селфи российских космонавтов, они, видимо, от зависти просто потеряли рассудок. Посмотрите, вот такое селфи прямо в открытом космосе недавно сделал наш космонавт Геннадий Падонко. Не так давно стало известно, что пугают американских генералов не только наши снимки и наше тайное космическое оружие, но и наши советники, которые родом оказываются тоже из космоса. Посмотрите. Эта картинка не из фильма ужасов и не из детского комикса. Это советник российского президента. Да-да, по мнению члена Лейбористской партии Великобритании Саймона Паркса, каждый день это загадочное существо бывает в Кремле и консультирует Владимира Путина по важным вопросам. С какой планеты это странное существо, британский политик не в курсе. Зато точно уверен, что оно принадлежит космической расе нордиксов. Именно благодаря такому вот инопланетному консультанту, по мнению британского политика, и возросло в последнее время влияние России. С Путиным сотрудничает группа инопланетян. Вот почему ему удается быть проворнее американцев. Потому что Путину дана экзотическая технология. Вот почему американцы не могут припереть его к стене. Потому что Путин оснащен лучше технологически. Именно из-за тайного сотрудничества русских с инопланетными цивилизациями, по мнению многих американцев, в НАСА в последнее время так часто и падают космические ракеты. Посмотрите. Вот эта американская ракета Falcon 9 два месяца назад взорвалась всего через три минуты после старта. Она должна была доставить продукты на МКС. Но, видимо, оставила астронавтов голодными. За несколько месяцев до этой космической неудачи еще одна американская ракета упала практически сразу после старта. Таурус XL выводила на околоземную орбиту климатический спутник НАСА «Глория». Но не смогла выйти в космос и упала в южной части Тихого океана. К слову, эту территорию океана исследователи уже окрестили кладбищем американских ракет. Однако подобные неудачи американцев не сильно расстраивают. Ведь они твердо уверены, что преодолеют все трудности. Но как же иначе? Ведь они исключительная нация, покорившая космос. Не верите? Посмотрите внимательно на это фото. Вам знакомо это лицо? Нет? Это же Салли Кристен Райт. Первая женщина-космонавт. Точнее, астронавт. По версии американцев. Да-да, вы не ослушались. Именно так гласит вот этот плакат, который совсем недавно появился в Чикагском Макдональдсе. Видимо, для поднятия градуса патриотизма американцев, которых ежедневно только в этом кафе фастфуда насчитывается около пяти тысяч. Но ни их, ни автора плаката совсем не смутило, что за 20 лет до американки Райт в космосе уже успели побывать советские женщины. Валентина Терешкова в 1963 году и Светлана Савицкая в 1982 году. Но американцы этого не знают. Убедитесь сами. Наши коллеги из Russia Today не так давно провели опрос на улицах Чикаго. И вот что выяснилось. Вы знаете, как зовут первую женщину, побывавшую в космосе? Салли Райт. Салли Райт. Я думаю, это Салли Райт. Какая страна первой вышла в космос? США или Советский Союз? Соединенные Штаты Америки. Эксперты уверены. Американцы намеренно переписывают историю освоения космоса. Просто потому, что они нация исключительная. И никак не могут быть где-то вторыми. Сейчас американцев не интересует вообще истина. Этим занимаются, наверное, какие-то историки. А их интересует пропаганда и лишние доказательства, что Америка – это мировая космическая держава, которая всегда впереди планеты всей. Естественно, у них задача умолчать роль России, умолчать роль других стран в освоении космоса и выпить от себя. Первым космонавтом-мужчиной, по версии американского обывателя, естественно, тоже был гражданин США. Американцы в это искренне верят, потому что им об этом постоянно напоминают. Из навязчивых патриотических плакатов. Вот, посмотрите. Этот небольшой плакат русские туристы заметили в бостонском метрополитене, около Массачусетского технологического института. Присмотритесь. 1961 год, когда Гагарин полетел в космос. Текст переводится так. Первой строкой. «Аллен Шепард стал первым американцем в космосе». Второй строкой. «Юрий Гагарин был запущен в первый пилотируемый полет на советском «Восток-1». Вдумайтесь. Шепард стал первым американцем в космосе». Даже если тот, кто увидит этот плакат, а на минуточку это более 600 тысяч пассажиров в день, и прочтет вторую строчку, он, скорее всего, подумает. Первым человеком, побывавшим в космосе, был американец. Сделать такой вывод можно еще и потому, что фраза про Гагарина звучит двояко. А ведь астронавт Шепард, которого американские пропагандисты изо всех сил стараются сделать первым космонавтом планеты, всего лишь совершил суборбитальный полет. То есть даже не вышел за пределы стратосферы. То есть не совершил космический полет и даже одного витка вокруг Земли. Такие же вот прыжки, как совершил Джон Гленн или Вильжил Грисом после него в том же году, у нас совершали собаки в конце 40-х, начале 50-х годов. И никто это космическими полетами называл. Недавно представители посольства России и США попытались освежить память американцев. И даже установили памятник настоящему первому космонавту Юрию Гагарину. Посмотрите, открытие прошло в Хьюстоне. Однако это не помогло. Американцы упорно называют Шепарда первым космонавтом. А все потому, что им об этом рассказывают не только с плакатов, но даже в школах. И это шокирует тех русских детей, которые обучаются в Америке. Вот послушайте, что говорит Вадим Савицкий, который чуть было не эмигрировал в Штаты. Американцы ничего не говорят про Юрия Гагарина. Поразительно, но переверанием истории освоения космоса американцы занимаются с тех самых пор, как только с Земли был запущен первый искусственный спутник. А когда в космос отправился первый человек, который был гражданином СССР, а не Америки, западная пресса приложила массу усилий, чтобы затушевать этот прорыв советской космонавтики. Вот пример, посмотрите. Перед вами газета «Таймс Рекордер», выпуск 1961 года. Гагарин и Чарльз Линберг, американский летчик. Ему впервые удалось перелететь Атлантический океан в одиночку. Рядом эти фотографии оказались не случайно. Пока весь мир рукоплескал первому полету человека в космос, американцы сравнивали Гагарина с Линбергом, который и по сей день является кумиром всей нации. Причем сравнение было не в пользу Гагарина. «Не ставьте Гагарина на одну доску с великим Линбергом. Гагарин – храбрый человек, но он был в бочке. Он не мог управлять ею. Все делали за него, а он там просто сидел», – пишет один из читателей по имени Джон. Оказалось, Джон далеко не единственный. Его точку зрения разделяют тысячи американцев. Многие из них даже представить не могут, как какой-то русский парень, обычный космонавт, может сравниться с американским пилотом-легендой США. Наверное, именно поэтому 12 апреля 2011 года Америка отмечала 150-летие официального начала Гражданской войны, а отнюдь не 50-летие полета Гагарина. Вы будете шокированы, но отвечая на вопрос, кто для вас является героем космоса, большинство американских студентов на первое место поставили лунного первопроходца Нила Армстронга. Затем следовали другие американские астронавты и деятели НАСА. Гагарин разделил седьмое место с, внимание, Джеймсом Тиберием Кирком, вымышленным персонажем телесериала «Звездный путь». На чем воспитано это поколение? Вот тех героев они будут ставить на первое место. Если бы меня воспитывали на дятеле Вуди, который летал в космос, то здесь первым, на моих глазах, естественно, для меня был бы первым космонавтом дятел Вуди. Понять американцев несложно, ведь о покорении космоса Соединенными Штатами им рассказывают не только в школе или с плакатов сети фастфуда. Об этом говорят и все американские президенты. Вот послушайте. Это обращение Барака Обамы к Конгрессу США. 2011 год. Тогда американский президент заявил, «Вся советская космонавтика нужна была только для того, чтобы подогреть интерес США к освоению космоса». Убедитесь сами. Полстолетия назад, когда Советы превзошли нас в космической гонке, запустив сателлит, названный спутником, мы не представляли, как мы сможем победить их в гонке за Луну. Еще не было такой науки. Еще не существовало НАСА. Но после инвестиций в лучшие исследования и образования мы не просто превзошли Советы. Мы инициировали волну инноваций, которая создала новые индустрии и миллионы новых рабочих мест. Сегодня момент спутника для нашего поколения. Со слов Обамы, именно США одержали победу в космической гонке. Президент уверяет, до создания НАСА никакой науки о космосе вообще не существовало. Видимо, американцев совсем не волнует тот факт, что НАСА появилось только в середине 1958 года. К этому моменту советский спутник уже побывал в космосе. А вслед за ним на орбиту слетала и первая собака-космонавт, Лайка. К слову, когда НАСА только отметила свое полугодие, из орбитального полета на Землю уже вернулись русские белка и стрелка. Однако Обама убежден. Именно США совершили космический прорыв, которого не знала история человечества. Трудно сказать, почему Обама вообще такие вещи сказал. Скорее всего, он просто некомпетентно заявил такие вещи. Потому что наука о космосе, она была очень давно. Поэтому это какое-то бредовое заявление. Но президент Обаму много бредовых заявлений делает. Мы уже привыкли к этому. Эксперты говорят, что в последнее время американцы слишком часто присваивают себе чужие заслуги. В первую очередь в освоении космоса. Более того, из каждого своего космического чиха они устраивают настоящее шоу. Пиар нужен для того, чтобы получать потом еще обратно большее количество денег. Потому что они растрезвонят, растрепляют обо всем этом. И потом все будут знать, что это такое. Все будут открывать рот и удивляться тому, что они хотят сделать. И поэтому тогда им будут подать и давать деньги. И может получиться так, что что-то взорвется, а в последнее время зайдут в тупик. И поэтому можно списать будет все, что угодно, любые деньги. На пиар-компанию любого нового проекта они тратят чуть ли не четверть от его общей стоимости. Посмотрите. Это выставка достижений НАСА, которая ежегодно проходит в американском городе Ошкаш. В 2009 году она была приурочена к годовщине запуска Аполлон-11. В шатре НАСА разместили макет лунной поверхности, а также различные мультипликации и видеоизображения, демонстрирующие не только прошлые достижения, но и успешную подготовку к предстоящим лунным миссиям. Ведь американцы пару лет назад во всеуслышание заявили о создании самой мощной ракеты со времен Сатурнов. Официальное название – Space Launch System. Именно она должна будет доставлять космонавтов сначала на Луну, а затем и на Марс, на зависть всему миру. Ну, это очередная амбиция. Мы создадим эту ракету, мы полетим на ней на Марс. Здесь они очень много денег потратят, они наверняка ее создадут. Вопрос – зачем? Потому что на Марс лететь – это не создать ракету, это нужно создать целый взлетный комплекс, посадочный корпус, орбитальный комплекс и куча разных вопросов, которые нужно решать финансово. Но действительно ли США лидируют в области космического развития? Или это не больше, чем банальный пиар? Чистый пиар – отвечают на этот вопрос обычные эксперты. Причем многолетние. Это кадры одного из первых развлекательных шоу на американском телевидении. Оно называлось «Человек в космосе» и выходило в середине 1955 года. В нем ведущий, знаменитый мультипликатор Уолл Дисней, развлекал публику фантастическими рассказами о полетах на другие планеты и покорении космоса. А картинка сопровождалась вот такими мультипликационными зарисовками, показом невиданных космических скафандров и макетов летательных аппаратов. Тогда всем казалось, это шоу – обычное представление для падкой на сенсации публики. Так было вплоть до этого самого выпуска, когда Уолл Дисней пригласил в студию бывшего нациста и конструктора знаменитой немецкой ракеты «Фау-2» Вернера фон Брауна. Именно этот человек, которого никак нельзя было обвинить в склонности к фантазиям, заявил на все Соединенные Штаты. Полеты человека в космос – не фантастика, а реальность. Мало того, именно та страна, которая первой покорит космическое пространство, сможет покорить и весь мир. Этот аппарат создан для того, чтобы облететь вокруг Земли. Он способен собрать огромное количество важной информации для того, чтобы мы могли впервые запустить в космос человека. Именно после этого выступления фон Брауна американское правительство заинтересовалось его разработками. И очень скоро Пентагон привлечет бывшего нациста и лучшего ракетного конструктора Адольфа Гитлера, после войны получившего приют в Соединенных Штатах, к своему главному проекту – строительству первой ракеты для запуска спутника в космос. Вскоре фон Браун представил целую программу освоения космоса. Американцы как раз захватили, ну не захватили, а как принудили к переезду в США большую часть немецких ракетных специалистов во главину с таким знаменитым Вернером фон Брауном. И уж у кого-кого, у них этих специалистов было недостаточно, чтобы осуществить этот запуск. Однако освоить космос первым фон Брауну не удалось. Советский Союз опередил Штаты и первым отправил свой спутник. Но американцев этот факт, как видно, совершенно не смущает. Они верят, что это они первые запустили свой спутник в космос. Более того, верят, что их космическая отрасль на подъеме. И это при том, что в 2011 году НАСА заявило о прекращении полета в шахтах. С этого момента американские астронавты летают в космос только на российских ракетах. Вдумайтесь в это. Америка, занимающая одно из первых мест в рейтинге стран самой развитой космической отрасли, не может самостоятельно отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию. И американские астронавты летают в космос на российских ракетах «Союз». Мало того, каждый отправленный на нашем космическом корабле астронавт обходится США в 60 миллионов долларов. Мы в создании этих двигателей опередили американцев. То есть достигли хороших показателей по двигателям, которые не смогли достичь американцы. Американцы приняли решение не разрабатывать свои, потому что это дороже, а купить у нас. Но и это еще не все. Те немногие космические полеты, которые штатам удается осуществить без России, как оказывается на деле, без нас все равно никак невозможны. Почему? Потому что все американские ракеты летают на российских двигателях. Посмотрите. 22 апреля 2013 года состоялся первый успешный запуск ракетно-космической системы «Антарес Сигнус». Впервые после того, как американцы отказались от своих шаттлов. Корабль был создан частной компанией. Но самое пикантное в другом. Американцы стараются это не афишировать, но «Антарес» выводится в космос с помощью двух мощных советских ракетных двигателей НК-33. Да еще каких! Бесхозно пролежавших на складе более 40 лет. Ракетные двигатели НК-33, созданные в СССР еще в начале 60-х годов, пришлись по душе «продвинутым» в кавычках американцам. Сейчас они стоят на распуте. Политически они должны отвязаться от России, которая оказалась несговорчивой в политических вопросах. Но в то же время им жалко денег, да и кризис-то коснулся всех, и их в том числе, хотя в меньшей степени, вкладывать деньги в разработки таких двигателей, которые Россия сделала уже давно. Им тоже как-то неудобно. Ну или лучше, может быть, но это все очень большие деньги, главное сроки. После введения антироссийских санкций американский конгресс поднял вопрос об отказе от русских двигателей. Однако оказалось, что даже при огромном желании сделать это американцам не удастся. Ведь своих двигателей у Америки нет и не предвидится. Отказ от российских двигателей в результате санкций, которые Запад ввел в Россию, он невозможен, потому что тогда вся американская пилотируемая космонавтика просто остановится. Этот технологический недостаток американцы объясняют со свойственной им невозмутимостью. США незачем тратить время на усовершенствование ракетных двигателей и разработку новых. Ведь дешевле покупать у России. Тогда как НАСА якобы бросит все силы на новые исследования и инновации. Спросите, что за инновации? Только не смейтесь. Посмотрите. Перед вами обычный гамбургер. На первый взгляд. Вы удивитесь, когда узнаете, что сочный, ароматный, но на деле синтетический бутерброд – результат работы американской космической программы. Полезных веществ в таком сэндвиче ноль. Но это и не важно. Ведь главное, что американцы смогли создать долгоиграющий, не портящийся продукт. Проверьте сами. Оставьте такой гамбургер на окне на 4, а то и все 7 дней. Можно на Солнце. Ничего не произойдет. Именно этого добивались специалисты американской космической отрасли. Мало кто знает, что американцы просто вынуждены питаться подобными синтетическими продуктами. Не пропадать же миллионам, потраченным правительством на космические инновации. У них очень много проектов, которые, ну я бы сказал, что это распиливание денег. У них много проектов. Например, там в 90-е годы они очень хорошо пропагандировали разработку ракеты-носителя, одноступенчатая, которая могла бы вертикально выводить в космос нагрузку и также вертикально садиться. Но это бред. А это еще одна инновация, которую придумали американцы. Видимо, непротухающих гамбургеров оказалось недостаточно. И недавно НАСА получило 200 тысяч долларов на разработку технологии переработки в еду фекалий астронавтов. Программа оказалась настолько сложной, что разработки будут вестись целых три года. За это время из американского бюджета на еду из фекалий, попросту из какашек, выделят еще полтора миллиона долларов. Американцы вкладывают в это деньги и ищут возможности, как получать продукты питания из разных отходов, которые появляются на борту. Почему бы не создать синтетический аналог еды, который будет доносить до нашего пищевода, там, системы пищеварения, там, минералы, там, и так далее, и так далее, и так далее, и выходить в синтетическом виде опять как отходы. А начиналось все безобидно. Сначала НАСА хотело с помощью человеческого навоза выращивать полезные овощи в космосе. Однако проект почему-то не задался, и фекалии решили пустить на создание топлива. Наши эксперты по этому поводу шутят. Зачем нужно было выделять из американского бюджета такие сумасшедшие деньги на проект, который и без всякого финансирования уже реализован в России? Наши умельцы уже давно умеют заправлять тракторы и автомобили навозом. Не верите? Посмотрите. Это изобретение Дмитрия из Омска. Любой желающий может приобрести такое авто. Всего за 120 тысяч рублей. Машина заправляется не бензином, а навозом. Дмитрий снабдил автомобиль уникальной системой, в которой навоз перерабатывается в газ. Несмотря на такие ноу-хау, Дмитрию из Омска далеко еще до Марка Бленнера из университета Клеменсона, что находится в штате Коннектикут. Именно он руководит проектом по превращению какашек-астронавтов в аппетитную и полезную пищу. Именно он будет отвечать за то, чтобы американские астронавты никогда не голодали. Доктор пообещал, что не просто будет стараться сделать обещанный продукт, но и приложит все усилия, чтобы придать ему вкусовую привлекательность. Кстати, Марк Бленнер постоянно разрабатывает что-то инновационное. Например, всего пару месяцев назад он начал работать над методикой, которая позволит никогда не штопать порванные трико и рубашки. Вы удивитесь, когда узнаете, как. Согласно планам доктора, одежда будет зашиваться сама, на научном языке самовосстанавливаться. Вот послушайте, что про это говорит сам Марк Бленнер, тратящий деньги из госбюджета на свои сумасшедшие разработки. Неважно, что именно произошло с вашей одеждой. Порвалась она, состарилась или протерлась. Это не проблема. Любая из ваших старых вещей сможет самостоятельно восстановиться. Мы уже сейчас разрабатываем способ, благодаря которому одежда будет сама зашиваться. Только задумайтесь, деревья, растения и все виды живых существ используют особенные молекулы, чтобы вырасти. Почему бы не использовать те же молекулы, чтобы заставить одежду восстанавливаться самостоятельно? В общем, если наберетесь терпения, то доживете до эпохи, когда можно будет не выбрасывать прохудевшуюся одежду и кушать, не отходя от унитаза. Смех смехом, но американцы гордятся подобными разработками и даже говорят, что за такими технологиями будущее. Поверим им пока на слово, потому что американские астронавты, видимо, уже верят не очень охотно, а потому и уходят в запой. Не верите? Не так давно два грандиозных скандала потрясли НАСА. Астронавты, оказывается, летали в космос пьяными. Специальная комиссия обнаружила, что астронавты допускались к космическим полетам после злоупотребления спиртных. Им, как минимум в двух случаях, было разрешено лететь на орбиту после того, как экспертиза выявила, что накануне они злоупотребили. При этом Голливуд почему-то никогда не показывает американских астронавтов выпившими. Все они сплошь спортсмены. Подтянутые, героические и, конечно, не пьющие, в отличие от русских. Все упирается в то, что им надо довести русских до абсурда. Что они идиоты, дураки, ни к чему не годные люди. К сожалению, большому все наоборот. В голливудских блокбастерах то и дело маячат наши развалившиеся космические станции. Скотно оборудованные корабли, которые вызывают лишь чувство жалости. Из картины в картину переходит вечно пьяный русский космонавт. Наиболее яркий он показан в фильме «Армагеддон». По сюжету кинокартины шаттлы состыковываются со станцией «Мир» для дозаправки. Тогда американский диспетчер произносит сакраментальную фразу. «Джентльмены, учтите, русской космической станции уже 11 лет. У нас даже автомобили меняют чаще. Русские, по мнению американцев, все деньги пропивают. На мире астронавты встречают русского космонавта, полковника Льва Андропова. На обледеневшей орбитальной станции он пьяный дрейфует в вакууме, в шапке-ушанке и майке с алой звездой на груди. Этот образ – ничто иное, как сборник всевозможной клюквы и стереотипов о русских. Посмотрите сами. Американский астронавт, весь с иголочки, в суперсовременном скафандре с оборудованием по последнему слову техники. Наш космонавт в ушанке и телогрейке. Получается, мы, русские, в космосе ужасно опасны. Но последние скандалы, которые потрясли НАСА, говорят об обратном. Все то, что нам американцы долгие годы приписывали, оказывается, они просто перекладывали с больной головы на здоровую. А Америка хочет жить, паразитируя на всем мире. И поэтому получается вот такая ситуация. Им нужно очернить всех, довести до абсурда любую ситуацию. Вот то, что им надо. А то, что им мешает привести к такому результату, все надо охарить, испортить, испохабить, обвинить, перевалить свою вину на других и сделать так, чтобы у нее не было конкурентов. Нет сомнений в том, что американцы активно распространяют мифы о наших пьющих космонавтах, допотопных космических кораблях и жалком оборудовании. Но с какой целью? Быть может, чтобы на этом фоне их огрехи казались сущими пустяками? Ни для кого не секрет, что сегодня в США процветает частный космобизнес. Разработчик является НАСА. У него есть структурные подразделения, которые тоже занимаются разработкой, которые генерируют программы, которые там... Но реальные исполнители всегда частные предприятия. Компании, принадлежащие американским олигархам, самостоятельно занимаются разработкой и конструированием космических аппаратов. И, как показало время, зачастую не очень удачно. Ведь провалы во время испытаний таких разработок уже закономерность. Убедитесь сами. 31 октября 2014 года суборбитальный корабль «Спейсшип-2» выполнял испытательный полет. Неожиданно возникли серьезные неполадки, которые привели к крушению корабля. То, что этот самый «Спейсшип-2» развалился, ну, это просто там техническая, очень сложная система, потому что там крылья меняют угол атаки в определенный момент входа в атмосферу после полета. И вот там вот сбой произошел, они просто там развалились, и все. В ночь на 30 октября 2014 года через несколько секунд после старта взорвалась ракета-носитель «Антарес». Не так давно компания «Сьерра-Невада» проводила испытания своего челнока с многообещающим названием «Бегущий за мечтой». Как вдруг у корабля отказали в шасси, и челнок фактически развалился на глазах у изумленных конструкторов, так не добежав до мечты. И это при том, что по официальным данным на свою космическую программу США ежегодно тратят баснословную сумму более 10,5 миллиардов долларов. Однако эта цифра сильно раздувается, когда становится известно, что именно финансирует НАСА последние несколько лет. Например, космический лифт. Только на эксклюзивную разработку концепции лифта в космос НАСА выделило 570 тысяч долларов. При этом никакого результата пока нет и, скорее всего, не будет, уверяют специалисты. 212,5 миллионов долларов НАСА подарила корпорации «Сьерра-Невада», которая разрабатывает собственный космический самолет. На «Звездные войны» выделила 5 миллиардов долларов. 50 миллионов на космическое такси, серию суперсовременных пилотируемых кораблей. 3,5 миллиона долларов на космический частный извоз. Это далеко не полный список. Мы вот так вот считаем, что у нас родина мошенников. На самом деле нет. Среди американцев есть очень много предпринимающих людей, которые хорошо свои идеи эти пристраивают, которые получают под них колоссальные деньги, колоссальные гранты. И на этом деле очень даже замечательно живут. Эксперты уверяют, штат космических учреждений США слишком раздут, из-за чего деньги утекают сквозь пальцы. Профессиональные эксперты принимают решение, да, мы финансируем. А может быть, это не профессионализм экспертов, а может быть, это коррупция, а может быть, это какие-то политические интересы и так далее. То есть, что ими движет, трудно сказать, но многие проекты принимаются вот с нашей точки зрения, с нашим опытом, заведомо невыполнимыми. «Хьюстон у нас проблемы». Эту знакомую каждому по американским фильмам и книгам фразу с полной уверенностью можно отнести к самому Хьюстону, где находится центр пилотируемых космических кораблей имени Линдона Джонсона. Центр, который напрямую связан с американской космонавтикой и космическим агентством НАСА. Пропажа оборудования и приборов там достигла просто астрономических масштабов. Полмиллиона долларов. На такую сумму сотрудники центра насчитали украденного оборудования только за последний год. А в самом рекордном по кражам году, в 2010-м, пропало 125 научных приборов. Что-то исчезло без следа, а что-то стащили бывшие сотрудники, когда увольнялись. Тащат все, что плохо лежит, признаются сами сотрудники центра. Но чаще всего пропадают портативные радиостанции Моторола, которые стоят без малого 35 тысяч долларов. Доходит до абсурда. В 2014-м году кто-то из бывших сотрудников НАСА уехал из центра прямо на тележке для гольфа, которая стоила 3 тысячи долларов. И теперь бесследно исчезла. США – это великое государство. Великая экономика, большое государство. Но знаете, как бывает, чем более велик человек, тем он больше расслабляется. Как бы им кажется, что у них все нормально, что ничего такого случиться не может. Поэтому, опять же, забывают немножко предохраниться. Вот поэтому, соответственно, в таких государствах кражи проходят достаточно просто. Но и это еще не все. В 2010-м году НАСА случайно продало свои секретные файлы. Наварились на продаже компьютеров. Только спустя несколько недель выяснилось невероятное. На жестких дисках компьютеров находились засекреченные базы данных. Их просто забыли стереть. Материалы содержали результаты испытаний космической техники. А на некоторых компьютерах были установлены сверхсекретные коды доступа к внутренней сети НАСА. Только представьте, что произошло бы, если бы такие данные попали в руки к хакерам. Вся система защиты национальной космической отрасли США рухнула бы в один момент. Но не это самое шокирующее. Оказалось, у НАСА нет копий секретных материалов, которые они выгодно сбыли. И теперь вся многолетняя работа агентства оказалась под угрозой. Продают компьютер, забыли стереть из него информацию. Все, информация ушла. Продают помещение, забыли вынести даже мусор. Знаете, между прочим, вот хакеры очень много информации добывают из, я извиняюсь за выражение, из помойных корзинок, которые стоят возле офисов крупных фирм. Из мусорных пачков. Потому что там бумажки с паролями, это все недостатки безопасности, которые связаны с повышенной верой в себя, неоправданной, верой в то, что ничего случиться не может. Уже сейчас понятно, американцы вряд ли когда-нибудь признаются в своих ошибках и просчетах. Скорее будут смаковать наши космические неудачи. Вот посмотрите, какими заголовками пестрила американская пресса, когда в апреле 2015 года наш корабль «Прогресс М-27Н» после потери управления сгорел в верхних слоях атмосферы. «Москва Таймс» в мае 2015 выпустила на первой полосе материал. После крайнего крушения ракеты Россия заблудилась в космосе. Журнал «Космический дайджест» напечатал материал под заголовком «Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с грузовым кораблем «Прогресс М-27» закончился провалом». Несколько американских интернет и печатных изданий выпустили статью под названием «Российский грузовой корабль «Прогресс М-27М» мчится по направлению к Земле». Эксперты утверждают, американцы постоянно пытаются нас дискредитировать, особенно, когда дело касается космической гонки. Так было и с Гагариной. Согласно версии штатов, полет Гагарина не что иное, как счастливая случайность. «Якобы задолго до этого мы уже пытались отправить человека в космос, но неудачно. Гибли люди». Очевидно, что американцам важно было доказать, что мы, русские, не щадим людей. В начале 60-х Америка даже запустила утку, согласно которой до Гагарина существовал целый отряд космонавтов, которые погибли. Убедитесь сами, вот на этой уникальной фотографии по левую руку от Брежнева сидит знаменитый летчик-испытатель Владимир Ильюшин. Всего через несколько дней после того, как был сделан этот снимок, журнал New York Journal American опубликовал материал, в котором Ильюшина назвали нулевым космонавтом. Якобы он летал в космос до Гагарина, но погиб. В статье говорилось буквально следующее. 7 апреля 1961 года совершил три витка вокруг планеты сын известного авиаконструктора, летчик-испытатель Владимир Ильюшин. Полет завершился нештатно. Якобы при посадке у Ильюшина отказало оборудование, ему пришлось приземлиться в Китае. Но не это самое абсурдное. В материале говорилось, что в Китае Ильюшина несколько дней удерживал Мао Цзэдун. А все потому, что китайский лидер хотел выведать у русского космонавта все секреты советских полетов. В конце концов Ильюшин скончался от тяжелых травм, писали американцы. Ну, если тебя заживо похоронили, есть приметы долго будешь жить. Я лично вот общался с Владимиром Сергеевичем Ильюшиным, это был выдающийся летчик-испытатель отечественный, и его тоже записали в том числе космонавты, так сказать, нулевые космонавты. В действительности Ильюшин был жив-здоров. Более того, он и в космосе-то никогда не был. Но тогда откуда американцы узнали его фамилию? Оказалось, ответ лежит на поверхности. Снимок, который вы видите, был напечатан в журнале «Огонек» в 1959 году. В статье говорилось о высотном рекорде Владимира Ильюшина, поднявшегося тогда на 28 852 метра. Скорее всего, американские журналисты и взяли этот материал за основу своей сказки. Более того, в июне 1960 года Ильюшин попал в серьезную автомобильную аварию. Это задокументированный факт. Больше года его с тяжелыми травмами обеих ног лечили в Москве. После отправили на реабилитацию в Китай в руки специалистов восточной медицины. Но никак не в плен к Мао Цзэдуну. И вот кто-то решил, что раз человек получил такие травмы, получил герой, это неспроста. Наверное, он в космос пытался летать. И они тоже вот эту утку начали использовать. Хотя на самом деле он, повторяю, попал в автомобильную аварию. Звание героя Советского Союза он получил за свои испытательные полеты. О целом списке космонавтов номер 0 в декабре 1959 года упомянуло телеграфное агентство «Континенталь». Что удивительно еще до полета Гагарина. В 57-м, в 58-м году и так далее. Но информацию об этом они публиковали только после полета Гагарина. То есть что же вы тогда сразу эту сенсацию это действительно сенсацию не публиковали. А публиковали только после полета Гагарина. Что тоже уже вызывает вопросы. Тогда итальянцы заявили в СССР людей в космос запускают аж с 1957 года. Правда летают русские не на космических кораблях, а на пилотируемых баллистических ракетах. И неудачно. Невероятно, но несколько лет подряд итальянские и американские газеты публиковали материалы двух братьев радиолюбителей Арчило и Джамбатиста Юдика Кордили. Они в ноябре 1960 года и феврале 1961 года якобы поймали переговоры русских космонавтов. Дело было так. 2 февраля 1961 года в 22 часа 55 минут братья ловили советские частоты в эфире. Вскоре они услышали сигнал космического корабля и поймали переговоры союза с Землей. Затем услышали чей-то кашель, чихание, затрудненное дыхание и угасающий пульс. Им показалось, что они слышат русского космонавта, который задыхается. не все это записали и бросили информацию в прессу. Американцы с радостью ее подхватили, потому что для них это вдвойне выгодно было, что это не они придумали, а вроде бы как сторонние наблюдатели, тем более это более правдоподобно выглядит. Но, ну первое, мог ли раздаваться пульс с орбиты? Во-первых, все телеметрические данные, то есть показатели давления в кабине, они передаются в зашифрованном виде. То есть уже это бред полный. Второе, радиоперехват то же самое, но они слышали, а больше никто не слышал. Все бы ничего, но всего через два дня ТАСС сообщило. 2 февраля СССР запустил восьмитонный космический корабль, который сгорел во время входа в земную атмосферу. Корабль был беспилотный. Однако итальянцы, которые в тот вечер якобы услышали чье-то дыхание, были убеждены, им удалось записать последние минуты жизни умирающего русского космонавта. Услышали даже его фамилию некий Белоконев. Вскоре фамилия погибшего нулевого космонавта Белоконева красовалась во всех итальянских и американских газетах. К слову, Алексей Белоконев реальный человек. Однако он никогда не был космонавтом, а всю жизнь проработал испытателем. О том, что итальянцы и американцы заживо похоронили Алексея Белоконева, он сам узнал из англоязычных газет, которые ему показали в Центре управления полетами. Более того, у этого случая, в отличие от итало-американской сказки, есть свои реальные свидетели. Фамилии, которых они там называли, Белоконов и так далее, это все были испытатели вот этого самого института авиационной космической медицины, которые были живы-здоровы и в 1963 году с легкостью опровергли эту утку самим фактом своего существования на тот момент. Попытка дискредитировать космические полеты СССР понятна. Американцы просто не могли поверить, что мы вообще сумели полететь в космос. И вот почему. Американские 50-е. Страна переживает экономические и бэби-бумы. Идеальные семьи в идеальных домах, окруженные чудо-техникой. Они ездят на дорогих машинах с самолетными килями, греют воду в электрических чайниках. Считалось, что СССР далеко до таких технологических высот. США оплот свободного идеального мира. СССР раковая опухоль коммунизма. И вдруг как гром среди ночного неба. Пока американцы спали, над ними взошла и четыре раза пролетела Красная Луна. Первый советский спутник. И это при том, что незадолго до этого, летом 1955 года, США и СССР почти одновременно объявили, что запустят свой первый спутник. Паника поднялась очень большая. И объяснялась она в первую очередь не тем, что Советский Союз опередил США в техническом плане, а тем, что рухнул миф о неуязвимости Америки. Ведь вы поймите, Америка отгорожена от всего остального мира двумя океанами. И американцы привыкли жить с ощущением полной безнаказанности и безопасности. То есть до них трудно дотянуться. В 60-м году в СССР уже запустили на орбиту белку и стрелку. И стало очевидно, что США проигрывают. Тогда американское правительство принимает решение, что если уж освоить дальний космос первыми не удается, то надо выиграть хотя бы промежуточный этап и первыми высадиться на Луну. Я полагаю, что наша страна должна взять на себя обязательство достичь цели до того, как кончится текущее десятилетие. Высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю. Однако на самом деле главной была лишь первая часть — высадить человека на Луну. Это обеспечило бы престиж США в мировой политике. А о второй части возвращение человека на Землю говорилось лишь на публику. Это Джеймс Мичнер, работавший в Общественном надзирательном совете, курировавшем работу НАСА. В своей книге «Космос» он написал, что на одном из заседаний комиссии, где рассматривалась высадка на Луну, в открытую обсуждалась возможность отправки космонавта в один конец. Однако эта информация была строго засекречена. После полета Гагарина там такая была некая истерия, то есть там все думали, как же ответить, и все. Какое-то время рассматривался вариант, отправляли человека на Луну, ему посылали грузовыми специальными космическими кораблями, доставляли грузы, он там жил какое-то время до тех пор, пока не будет создан корабль, который сможет его оттуда забрать и вернуть. Получается, что это американцы собирались бросить своих космонавтов на орбите. Это у них были нулевые астронавты, возвращение которым никто не гарантировал. Однако, несмотря на это, еще долгие годы штаты будут муссировать полет Гагарина. История показала, что подобные космические байки появляются и в наше время. То и дело, в газетах проскальзывают новости об очередной неудаче русских, сумасшедших суммах, потраченных на секретные программы и сломанных судьбах космонавтов. Можно относиться ко всему этому потоку нелепой информации как к глупой шутке, однако вряд ли это удастся. Ведь многочисленные мифы и легенды о покорении американцами космоса и неудачах на этом поприще русских так или иначе оставляют свой след в истории. Вот только смогут ли последующие поколения определить ту тонкую грань, где заканчивается выдумка и начинаются реальные факты. И что, если однажды американская идея превосходства возьмет вверх над здравым смыслом. И русская космонавтика навсегда останется второй в истории освоения космоса. Вы смотрели самые шокирующие гипотезы. Единственную программу, где без ущерба для репутации мы с вами можем говорить да о чем угодно. А еще мы ждем ваших вопросов на любые самые рискованные и необычные темы, которые волнуют вас. Пишите нам на электронную почту. Мы с вами встретимся уже завтра, как всегда в 18.00 и завтра в нашей программе вы увидите. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Почему импортный алкоголь на российских прилавках больше похож не на пищевую, а на химическую продукцию? И как зарубежные корпорации зарабатывают на этой химии с градусом? Это деньги. Деньги это финансовый капитал транснациональные корпорации. То, соответственно, влияние на органы государственной власти оказывается, лоббируются интересы этих компаний. Кто создал миф о том, что мы самая пьющая нация? И почему западные обыватели верят, что у нас по улицам ходят медведи? Есть некоторые стереотипы или мифы, да, о том, что вот, миф о русском пьянстве. Никогда русские не пили больше среднестатистического европейца. Все о том, почему пьют политики и как не стать жертвой зеленого змея.